МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Рогачевском районе прошел первый областный форум сельской молоди. Наш чемпион, тяжкоатлет Яуген Тиханцов отримал золотую медаль Чемпионату Свету. А сейчас об этом иншим больше подробно. Белорусско-украинские отношения, перспективы сопротивления Минска и Киева, выстроивание диалога с новым президентом и роль Беларуси в урагуливании конфликта на Донбассе. Великая ширая размова Александра Лукашенко с представниками найбойнейших украинских СМИ прошла сегодня у белорусской столицы. У Минск приехали керавники информагентства у таких, як Украины Форум, Интерфакс Украина, головные редакторы и специальные корреспонденты найбойнейших телеканалов, а так само головный редактор газеты «Правительственный курьер». Размова президента с представниками украинских СМИ проходит у першиню, и в самый, что не найдется актуальный час. Более торально простый день, керавник белорусской державы отправится в Житомир на другие форумы регионов Беларуси и Украины, где, как плануется, сострениться с Владимиром Зеленским. Формацию встречи у Палаца незалежности, как любая размова президента с журналистами, не обмежеванных хронометражем. Это дискуссия на самые надзенные темы, где неманя зарушенных пытаний. А у Дадзиным выпадку «Правым сенси» закранает житево важные ситуацию у наших соседей. Я не раз говорил, что Беларусь крайне заинтересована в прошлом мире стабильности у наших украинских друзей. Эта позиция базируется не только на платформе добрососедства. Нынешний конфликт на востоке Украины – это боль в сердцах наших белорусов. Наша боль. Не устану повторять, мы делаем и будем делать далее все от нас зависящее для достижения мира в Украине. Вот обеспечение работы трехсторонней контактной группы в Минске, оказание гуманитарной помощи до участия в восстановлении инфраструктуры Донбасса. Мы предпримем любые шаги, которые помогут приблизить нас к миру. Те шаги, которые нужны, будут участникам этого конфликта и прежде всего украинскому народу. Керавник белорусской державы назвал эту встречу махшимостью для сумленного и широго диалога. В зале люди, которые володают ситуацией, известные и заслуженные журналисты Украины. Их профессия обовязывает, литерально, без прекраса, адлюстровывать подеи Украине. Тому так важно выслухать меркование, что отбывается в Украине и в околе, в наших двубаковых отношениях и в внешнем курсе. Первое питание керавнику державы адрасовал генеральный директор информационного агентства «Укринформ» об относинах с найближайшим союзником России, выстроивании нового диалога с США и новой формуле относина с Украиной. Мы ни в коем случае, я об этом сразу же говорю, когда начинаем разговаривать с американцами, я сразу же говорю, у нас с вами не получится разговора, если он будет идти в плоскости нашего выбора между Востоком и Западом. Это наша позиция, мы сами будем определять, каковы будут у нас отношения с Россией и Китаем с одной стороны, Евросоюзом, хочется сказать и Америкой, и с другой, но там тоже проблем хватает между Евросоюзом и Америкой, но пусть будет так, по-старому. И вы знаете, никогда никто не обиделся из американцев, даже высокопоставленных, и наоборот, некоторые упреждали такое мое условие перед переговорами, и публично даже заявляли, по-моему, и Болтин, и замгоссекретаря последний раз, когда встречали, что мы перед Беларусью не ставим вопрос выбора или-или. Нет, мы хотим использовать Беларусь во благо мира, спокойствия в Восточной Европе, в Европе вообще, и мы хотим видеть Беларусь суверенной и независимой. Ну, слушайте, нам нравится такая позиция Соединенных Штатов Америки. Мы ее приветствуем. Почему мы с ними ведем диалог? Ну, тоже вам понятно, это крупнейшая страна, я ее империей часто называю, это действительно империя, влияет на все процессы в мире. Почему мы с ними должны иметь плохие отношения? Ни в коем случае не должны иметь плохие отношения. И это, ну, если вызывает, допустим, у наших восточных соседей, у нашей Российской Федерации только во власти, а может быть, ну, наверное, во власти они научились это вбрасывать в средства массовой информации, некую озабоченность. Ну, мы им задаем вопрос, а у вас какая озабоченность по поводу нашего диалога, допустим, с европейцами? Ну, какая? Если вы сами туда просто идете, просите, чтобы наладить отношения, потому что в основе лежит экономика и торгово-экономические отношения. Ну, а с Соединенными Штатами Америки? Мы, конечно, были под санкциями у Соединенных Штатов Америки. И не только у них. Но в то же время Россия в обнимку сотрудничала с Соединенными Штатами Америки. Нас абсолютно это не напрягало. Почему это должно кого-то напрягать в России? Мы же не дружим с Америкой против России. Это исключено. Еще раз подчеркиваю, наши отношения, Беларусь и Украина, поверьте мне, зависят только от нас. На протягу этих неспокойных годов Беларусь и Украине отрымалось захавать доверные относины и навод узмасниться просоуництва. Наша краина по-суседскому подставила пляшо к десяткам тысяч украинских беженцев, прикладывая максимум намаганню для захования миру у регионе, проставивши пляцовку для диалогу. Рамонт Дахау, инженерных систем отепления, перокладка сеток водозабеспечения. Пытание готовности до отепляльного сезона сегодня было одно из ключевых на потяжении областного выконавшего комитета. Старшиня гомельского обл. выконка Магинать Соловей нагадал об необходности проверки усих дымовых и вентиляционных каналов у приватных домах и жилым секторы. И удокладнив, что задача допечья кострышника повинна быть на 100% выращена. Беспека людей и забеспечения их теплом у проритете. У целом, весь комплекс жилево-коммунальной господарки региона до работы отепляльный период готовы. Задание по замене 114 километров тепловых сеток выконано на 96%. С початку года в области модернизовано свыше 80 малых котельнях отрамонтовано больше 30 тысяч погонных метров стыков у панельных домах. Так само до конца года треба на 440 тысячах квадратных метров жилья провести капитальный ремонт. Протягивается переход объектов на мясовые виды палева. На местные виды топлива у нас в этом году два объекта запланированных к воду. Один в городе Добруши и один в Кышлевском районе. В городе Добруши котельная 18-го квартала уже идут пусконаладочные работы. Она, в принципе, до 15 октября полностью будет уже запущена в работу в нормальном режиме. Ну а по котельной Будокошелева, которую мы строим с использованием средств Семирного банка, работы планируется завершить 15 ноября. Тим часом у регионе протягивается подаша тепла у объекты социальной сферы. У жилые домы оно пройдет, коли на протягу 5 дней будет заховываться. Среднесуточная температура 8 градусов и ниже. Летость отепляльной сезону в области стартовал 29 вересня. Сегодня у агрогородка Тихинича Рогачевского района прошел первый областный форум сельской молоди. Его удельниками стали коляста специалистов розных сфер агропромыслового комплекса. От механизаторов и операторов машиногадоения до головных специалистов и керовников сельско-господарших предприемств. В работе форума приняли уделы и наши корреспонденты. Форум сельской молоди у агрогородка Тихинича первый, но явно неопошный. Подружения президента Беларуси теперь в регионах и они будут проводиться постоянно, что тлумачится тем значением, которое держава надает селу. Исправа не только в том, что вязка – это карани, где заховываются национальные традиции, культура и духовность. Такие форумы закликаны подтримать вязковую молодь и надать новый импульс развитию голени. Это мягчимость сустреться и обменяться в опытом, обмеркивать шляхи дальнейшего развития сферы. Працовать только для того, как працовать, часом навыд с астратами, сегодня таки подыход уже не примается. Самое главное, как производить ту продукцию, которая будет востребована уже не только у нас на рынке, а тем более с этими ужесточениями, требованиями, которые мы живем постоянно в Евразийском Союзе. Выход на рынок Евразийского Союза, ну и, конечно, на европейский рынок, на рынок Китая, рынок Востока. Здесь, если просто решить понятием, что произвести и продать, уже не получится. Здесь необходимо, чтобы уже закладывалось у нашей, в первую очередь, молодежи понятие бизнеса, так, как это существует во всем мире. Об необходимости новых подходов до организации работы агропромислового комплекса зараз скажут на разных узровнях. В реальном секторе экономики самая низкая средняя зарплата у этой голени. Неопошнюю шаргу по этой причине после обовязковой отпрацовки увезти застаётся только каля половы выпускников высших и средних специальных навышальных установок. Тема замансования кадров на форуме у Вогуль значная увага. Молодые специалисты добро ведут, чему у господарках возникают кадровые проблемы и как их необходимо выращать. Распределяются вдалеке от домов, не в своих областях. Может, где-то у них такая социальная дезориентация происходит, им тяжело. Нужно как бы помогать молодым специалистам, чтобы они удержались на своих местах, чтобы остались в тех районах, куда приехали отрабатывать. Да, ещё может быть, что не везде хватает хороших условий труда и жизни, особенно в отдалённых каких-нибудь местностях. У первого областного форума сельской молоди вельми насыщенная программа. У её и наведывание акционерного товариства «Тихиниши» и ознамление с практикой захования белорусских традиций у год малой родимы. Пачас наведывания эко-музея «Белорусская лялька» узельники форуму не только знакомятся с абрадами, але и сами их выконывают. Супразовники музея «Перакананы» сучасная молодь памятая об своих коронях. До сельшан это относится махшима у первую шаргу. Почти одна молодёжь приезжает. Мы проводим обряды, они просят посмотреть, очень интересно, им нравится. Также проводим экскурсии в музей «Белорусской ляльки». Работа первого форума «Сельской молоди» завершается с устречея и узельников со старшинюй об лавыканкама Янадзим Соловьем. Яго прасун шлях от зоотехника до керавника региона. А тому ситуацию в Галине Янадзь Соловей ведая добра. У формате промога диалогу размова об дефиците кадров у сельской мясовости и узровний зарплат. В перспективах развития сельских территорий у плане будовнества жилья у тем ляку для молодых специалистов. Цекавить молодь из ставлення губернатора до социальных сеток и в уголе сучасных технологий. По сутности, размова о будущем белорусской вёске и задачах, яке стоять перед Яеже Харами. Поднять на более высокий уровень наше сельхозпроизводство, потому что от молодёжи, как я сказал, всё зависит. Да, понятно, сегодня приходят новые и формы управления, и новые методы управления, и новые технологии. И самая главная задача сегодня жестокая диктатура технологий, которую мы иногда нарушаем и не соблюдаем её. И в итоге мы имеем, конечно, то, что имеем. Сегодня точное земледелие для нас актуально и GPS-управление техникой, потому что это высокотехнологичное средство, которое сегодня позволяет экономить определённое дело. Поэтому мы с вами должны быть генераторами и действовать в этом направлении. Поэтому мы здесь собрались, чтобы слышать те проблемы, которые сегодня вас волнуют. И на что нам необходимо власти обратить внимание. Олександр Сюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» из Рогачёвского района. 28-го вересня в агрогородку Рака в Минской области за перемогу в республиканском проекте «Уладар-села» будут змогаться шесть семья переможцев областных туров. Нашу в область в финале конкурса представить молодая семья Ярош за агрогородка Крынишны Мазырского района. В региональных споборницах, которые проходили в Речице, они обошли восемь семья конкурентов и серьезно настроены на перемогу. Отримать перемогу в областном этапе сельско-господаршего конкурса «Уладар-села» 2019 семья Ярош допомогли сгуртованность и упевненный погляд на жизнь. Борис и Юлия все стараются работать разом и учить этому детей. Датюшку-школьницу Ангелину и сына Рому, который по куль ходит в детский сад. Хочется, чтобы сын вырос достойным человеком, смелым, чтобы понимал все в жизни, как нужно поступать. Педагог по адукации Юлия працует в украинской школе. Главу семьи Бориса родная с гонором называют «Тата Золотые руки». Своей зольности он применяет в доме на приседебном участке и в гараже. Избирать любую выращенную раджа и батькам за все допомагают дети. В этом году Яроши смело хвалятся гарбузами, яблоками и бульбой. Наша семья дружная, крепкая, позитивная. Мы с удовольствием участвуем во всех мероприятиях. Нам предлагают конечно же с удовольствием. От этого получаем колоссальное удовольствие и азарт. Гараж и по совмещальнистве майстерня територия выключена для мужчин. А вот на кухне уладарець девчины. Ангелина допомагает маме накрывать на стол. Свик кулинарной программы яблочная шарлотка с фруктами выращенными у семейном саде. Мама очень хорошая. Она всегда мне помогает, помогает мне с учебой. Всегда хочет, чтобы у нас у ее детей было все хорошо. Она когда готовит она очень любит петь. Ей это нравится. Когда она готовит она очень она очень часто очень любит готовить шарлотку. Особенно потому что мне очень нравится этот пирог. Еще она любит готовить кексы. Праца и дом, спорт и творчасть, кулинары и школьные уроки. Поспеть во всем справа нелегкая, а леяны справляются. Хармоничная энергия гэтой пары и их дятей отчувается одразу. И на областном этапе уладера села и они доказали семью объединяет любовь один до одного, мощная дружба и агульное захопление. И они впевненно справились с усими заданиями и свои досягнения представили. И смогли покарить жюри творчими заданиями и навык запрогли коня. Дадому зрешицы вернулись с дипломами, подарунками и желанием на выдатно выступить в финале. Евгений Кухаронак при поддержке телеканала Мазыр. Чарговый кермаш вакансий пройдет в Гомеле на наступном тыдне. Суискальники смогут встретиться с представниками кадровых служб Организации промысловости, громадского харчевания и оховы здоровья. А кроме того, можно будет доведаться про махшимости навыкшания и открытия своей справы. Мероприемство отбудется у авторок, первого костричника с 10 до 12 годин в управлении по праце занятости и социальной обороне Гомельского горбоконкама на Пролетарской 18. Усе фарбы життя для тебе. Областный доброшенный марафон идейным натхняльником, якого уже 10 годов выступает Белорусский Республиканский Союз молоди, другого костричника будет сбирать сродки для двухгодового Руслана Варушина з ветки у хлопчика онкология. У творчей программе, якая проводит городским центром культуры, продажу билетов сродки будут перелищены на лечение хлопчика. А кроме того, все ожидающие могут перелищить гроши и на доброшенные рахунки. Больше подробязную информацию можно найти в группах ВКонтакте и Инстаграм молодь Гомельщины и волонтеры Гомельщины. Доброшенный марафон Усе фарбы життя для тебе. Визитная картка волонтерского руху БРСМ Доброе сердце. Головная мета проекта популяризация идеи доброчинности и милосердности в громадстве. Оказание поддержки детям, которые оказались в тяжкой житевой ситуации, так само имеют потребу в дорогих операциях. У Гомельщины в области рух Доброе сердце объединяет больше 7500 волонтеров. Эти и инши новины вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресе www.tvragomel.by На этом выпуске завершены. Дякую за увагу и до с устраившего эфира. Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь4. В студии Анна Крайчук. Здравствуйте. Гомельские таможенники пресекли провоз крупной партии картофеля. В Добружском районе был приостановлен автомобиль, в кузове которого находилось 20 тонн свежего картофеля. При проверке документов обнаружено отсутствие фитосанитарного сертификата на перемещаемый товар. На этом основании гомельские таможенники привлекли водителя к административной ответственности. В Гомеле велосипедист попал под колеса автомобиля. ДТП произошло накануне утром в микрорайоне Костюковка. За рулем Вольсвагена находился 23-летний водитель. Он ехал по улице Беляева. При выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении велосипедисту, который двигался по краю проезжей части. В результате наезд. Пострадал 68-летний мужчина. С травмами он обратился в больницу. После оказания медицинской помощи был отпущен домой. Эксперты помогли найти угонщика автомобиля. Случай, о котором пойдет речь, произошел в конце августа. В дежурную часть Ветковского УРВД поступило заявление от местного жителя об угоне его автомобиля с неохраняемой стоянки. На место преступления выехала следственно-оперативная группа. Однако, какие-либо зацепки по делу они не нашли. Спустя некоторое время, разыскиваемый автомобиль обнаружили в километре от Ветки. Он застрял в луже грязи. Сотрудники Госкомитета судебных экспертиз обнаружили отпечатки пальцев рук и следы обуви. Под подозрение попал ранее судимый житель Добруша 1986 года рождения. Его задержали, после он сознался в содеянном. Ветковским райотделом Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства и мотивы совершения преступления. К этому часу это все новости. Оставайтесь на Беларусь 4. Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. По тайский триумф. Гомельчанин Евгений Тиханцов выиграл золото на чемпионате мира. Тяжелоатлет стал победителем в весовой категории до 102 килограммов. В двоеборье он поднял вес в 398 килограммов. Кроме этого 19-летний спортсмен завоевал и два малых серебра. Тиханцов стал вторым в упражнениях рывок и толчок. Напомню, ранее в апреле этого года на чемпионате Европы в Батуми тяжелоатлет также выиграл золото. На этом планетарном форуме золотая медаль гомельского спортсмена стала первой наградой в двоеборье и четвертой в копилке сборной Беларуси. В стартовом матче квалификации женского чемпионата Европы 2020 сборная Беларуси в гостях уступила команде Германии со счетом 30-40. В составе сборной отличились гомельчанки Наталья Котина 7 заброшенных мячей, Екатерина Селицкая 6 мячей и Ирина Дронова 1 мяч. В воскресенье 29 сентября команда Томожа Чаттера сыграет со сборной Словении в Минском дворце спорта Уручье. Игра начнется в 15.30 телеканал Беларусь 5 будет вести прямую трансляцию. Завершился 15-й тур чемпионата Беларуси по футболу Солигорский Шахтер с Городеей разошлись без голевой ничьей. Мозорская Славия принимала на своем поле Витебск. Красно-черные минимально уступили гостям. Единственный гол забил витебчанин Антон Матвеенко. По результатам этого матча Славия находится на 13-й строчке. Напомним, ранее эти матчи не состоялись. Причина переносов участия белорусских футбольных команд в матчах первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА. Сборная Гомельской области по баскетболу начинает новый сезон. Первый матч состоится 28 сентября. Соперником нашей сборной станет резервный состав ЦМОКИ Минск. Пока же игроки презентовали новую форму в областном центре Олимпийского резерва по игровым видам спорта. Во время мероприятие начальник управления спорта и туризма обл. исполкома Денис Езерский выразил надежду, что спортивный сезон 2019-2020 станет успешным для команды. В Гомеле проходит областное первенство Беларуси по мини-баскетболу. В турнире участвуют девушки 2007-2008 годов рождения. В областной центр приехали пять областных команд и столичная дружина. Бороться за победу баскетболистки будут на протяжении пяти дней. Итоги подведут в воскресенье. Победительницами и призерами станут те спортсменки, у кого будет больше баллов по итогам всех матчей. Сегодня идет второй день соревнований. Вчерашний день показал, что наиболее хорошо подготовленная команда это команда города Минска, команда сборная Гродненской области и Гомельской области. Они обыграли своих соперников с очень большой разницей. И я думаю, что между ними и развернется борьба за первое и третье место. Это первый еще просмотр этого возраста. Это для них первые такие соревнования. Могу сказать, что Гомельская область представлена девочками из Гомеля, из Речицы и Светлогорска. Поддержать команды можно во дворце игровых видов спорта. Завтра матчи стартуют в 11.30, в субботу в 11.00. В заключительный день соревнований стартовый свисток прозвучит в 9.30. По завершении всех игр пройдет награждение. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова